Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал! Наконец-то я решился записать видео в связи с наступлением осени. Сейчас наступила такая пора, очень красивое время года, начинают опадать листья, красивые оттенки на улице, эта атмосфера, пледы, улицы украшены, хэллоуин. Это мое однозначно любимое время, потому что появляется такое желание поработать, пойти в зал, начать заниматься спортом, начать что-либо делать. И, может быть, поэтому я решился сделать видео. Итак, что бы хотелось бы вам рассказать в этом видео, так это про обработку фотографий и про получение таких оттенков на фото, которые получаю я. Мы должны обрабатывать фотографии, иначе камера никогда не передаст то, чего мы увидели своими глазами. Итак, ребят, приступим к обработке фотографий, и я постараюсь вам показать, как я привожу ее к такому результату. Постараемся сделать так же, поэтому делаем сброс изменений. Открываем основное окно, окно света. Я всегда начинаю редактировать со света, я думаю, что большинство фотографов и людей, кто занимается этим, начинают со света. И я буду подглядывать в референс свой этой же фотографии, я открыл ее на телефоне, чтобы ускорить как-то процесс. Каждый раз, когда я обрабатываю, я начинаю с экспозиции. Я думаю, всем понятно почему. Потому что фотография сама по себе, возможно, чуть-чуть недоэкспонирована, хотя я считаю, что она сделана хорошо. Сам исходник сделан в раве. Здесь достаточно много информации. Лучше не до света, как по мне, чем пересвет. Делаю экспозицию до того уровня, который мне нравится. Примерно вот 0,6, да. Она такая не светлая, не темная. Контрастность я уменьшаю в большинстве случаев, потому что она убирает очень много информации из теней. В светлые области, да, мы смотрим, вы прям можете двигать ползунок туда-сюда, туда-сюда, чтобы посмотреть, что вам хочется. Вам должно быть приятно глазу смотреть на фотографию. Очевидно, у нее пересвечено лицо, поэтому мы убираем немножко светлые области. Вот это вот у меня. Ну, приблизительно. Тени нам лучше вытащить. Мы потом можем дать с помощью кривы контрастность, поэтому если фотография недостаточно контрастная, ничего страшного, пускай будет недостаточно контрастная, но будет больше информации. Так, ну, тени, не знаю, сколько. 46. Белые, опять же, они мне, как по мне, они здесь совершенно не нужны. Мы их уберем. И черный, наоборот, поднимем, прилично поднимем, чтобы придать фотографии такой, ну, мягкости, чтобы не было сильного контраста, и лицо, кожа, все на этой фотографии было такое более нежное, пастельное. Далее переходим к графе цвет. Я считаю, что цвет фотографии, особенно температура, это вот важнейшая, важнейшая часть, потому что если ты хочешь сделать фотографию более теплой, она будет совершенно с другим настроением. Если хочешь придать мрачности фотографии, пожалуйста, двигай пузынок влево, более холодные цвета, более мрачная фотография. Если ты хочешь более теплую, уютную, соответственно, повышаешь температуру. Мы повышаем до плюс-минус комфортного, да, чтобы не было слишком все желтое, слишком все лицо. Тоже смотрим, обращаем внимание на лицо человека, кто на фотографии, если у вас на фотографии человек. Примерно вот так, да, сделаем. 5-200 пускай будет. На самом деле, мне очень сложно объяснить, как работать с цветами, потому что нужна практика. Это целая наука, это очень много материала, поэтому я стараюсь как-то просто самостоятельно все это делать. Допустим, мы можем оставить оттенок таким, какой он был. Красочность. Я зачастую насыщенность, красочность, я убираю. Но не будем трогать пока что. Перейдем к кривой. Есть 4 кривых в этом разделе. Это черный, белый, красный, зеленый, синий и тени. Мы будем двигать сейчас только кривую с светом, черно-белую, и постараемся просто придать контрастности. Единственное, что я зачастую делаю, я думаю, что очень много кто так делает. Это просто придают контраст с помощью этой кривой. Вот. Вот эта часть отвечает за... Нижняя часть отвечает за тени. Вот это за свет. Соответственно, тени мы делаем больше, больше, чтобы выражены были тени. И картинка становится более контрастной. О чем я говорил, мы черные здесь подняли. Теперь мы их опускаем. И тени, я хочу, чтобы они были не черные, а такие немножко. Чтобы фотография была немножко винтажная. И ставлю это сюда. Центр мы оставляем на центре, как такая кривая в форме буквы С. Все просто. В принципе, эта техника подходит почти к любой фотографии. Опять же, вы должны смотреть и просто прокзиковаться, чтобы у вас была какая-то насмотренность здесь. Следующий. Так, опустим. Чуть-чуть. Слишком много дымки. Вот этой. Вот эти мы пока что пропустим. Не будем зацепливаться. Можно еще настроить тени, но опять же, их тень трогать не будем. Итак, давайте перейдем к разделу с цветом. Смешение цветов. Начнем, я думаю, с зеленого цвета. Здесь оранжевый, желтый, зеленый. Три основных цвета. Здесь, в принципе, больше никаких других и нету на этой фотографии. Поэтому настроим зеленый. Двигаем ползунок. Смотрим. К синему его двигать бесполезно. Видите, как зеленый цвет меняет. Подвинем его ближе к желтому, чтобы создать такой более единый цвет во всей фотографии. Прям сильно можно двигать, достаточно сильно. Вот, чтобы он приблился чуть-чуть к желтому, чтобы не было супер контраста между цветами. И уберем немножко насыщенность. Мне просто там больше нравится. Чуть-чуть яркости тоже можно выбрать. Желтый мы двигаем в сторону оранжевого. Я думаю, это очевидно, потому что в сторону зеленого двигать совсем не хочется. Пускай он будет более оранжевый, как будто листики такие более пожелтевшие, покрасневшие. Давай прям сильно можно, ничего страшного. Насыщенность мы можем. Даже поиграться. Насыщенность можно прибавить, ничего. Сори, выключилась камера. Пришлось все чуть-чуть заново делать. Я не понял, на каком моменте остановился. Продолжим на оранжевом цвете. Насыщенность мы приподняли чуть-чуть. Яркость оставим. Окей, эти цвета вы можете посмотреть по насыщенности, да. Лево-право подвигать. Ничего не меняется. Их здесь нет. Вот. Там зависимости по ситуации, есть или нет. Мы пришли к такому результату. До. После. До. После. Занимает это абсолютно немного времени. Минут, ну, пять. От силы там. Смотря какого результата хочешь добиться. Мы уже получили тот результат, который я примерно хотел. Это 90%. Может быть, для кого-то это зафотошопленная фотография. В реальности все не так. Я все переделал. Нет. Абсолютно нет. Вот эта фотография, она абсолютно не передает ничего. То есть, вживую было примерно вот так. Вы понимаете, о чем я. Окей. Давайте доработаем. Спустимся в раздел с цветокоррекцией кругов. Круги это что-то типа кривых. Вот. Зачастую я ими пользуюсь. Гораздо больше. Три круга. Один отвечает за тени. За светлые области. И за средние тона. Мы можем чуть-чуть вот дать любого цвета, да, в тенях, как я делал. И подвигать, да, посмотреть, какой цвет ты хочешь больше добавить. В тени, именно. Здесь много каких вариантов можно добавить, на самом деле. И бирюза, и зеленый, да. Желтый я бы не добавлял. Я добавлял либо фиолетовый, либо синенький. Синенький, да, чтобы холодного чего-то добавить. Чтобы она не была прям такой зелено-желтой. Добавить чуть-чуть холодных тонов в тени. Так же мы делаем со светлыми. Немножко ползунок отодвигаем. И можем его покрутить, посмотреть, да, что нам больше нравится. Вот. В светлой области, соответственно, если вот на максимум сделать ползунок, мы отчетливо видим, что этот цвет проявляется там, где много светлых областей. Особенно вот на лице, да, мы видим зеленый, синий, оранжевый, красный. Вот. Я бы, конечно, хотел, чтобы было чуть поконтрастней. Буквально 10 единичек я добавил. И вот какого-то теплого добавить. Пускай это будет просто оранжевый. Средние тона мы тоже можем по ситуации добавить. Если вам не хватает чего-то, добавить. Пропустим. Смешение. Смешение, опять же, это ползунок такой. Я не всегда пользуюсь, потому что он смешивает вот эти круги между собой. По сути, это уровень их смешения. То есть он стоит на 50% изначально. И ты можешь чуть-чуть, чтобы они не сильно смешивались. Можешь посильнее смешивать. Баланс. Больше, чтобы теней было видно или светлых оттенков. То есть как ты хочешь, на что-то больше настроен. В принципе, всегда баланс он на нуле у меня стоит зачастую. С цветами разобрались, со светом разобрались. Теперь переходим в раздел эффекты. Это достаточно тоже такая важная часть, как по мне, для питания настроения фотографии. Ползунок текстура. Это ползунок, который отвечает за текстуру. Вот, к примеру, да, мы двигаем его на максимум. Вы видите, как он сильно, сильно прям придает текстуру. Но, как по мне, она здесь не нужна. Очень много вариантов, как можно обработать эту фотографию. И можно вот убрать текстуру, убрать четкость. Прибавить дымки. И получается такой вот какой-то загадочный эффект, да. С дымкой такой, замыленной немножко. Тоже прикольно. И можно добавить какой-то еще цвет. Да, поиграть с цветом в светлых областях. Уберем дымку, да. Ну, к нулю я имею в виду. Я бы убрал чуть-чуть четкость. Чуть-чуть, типа, минус 4, вот так вот. Текстуру. Не знаю, честно говоря, как вы считаете. Я думаю, что текстуру можно ставить на нуле. Я не думаю, что она здесь нужна. Или нужно убирать текстуру. Фотография. Вроде как она здесь должна быть и четкая, и в то же время не особо виньетка. Я люблю виньетку. Кто как. Я делаю немножко, ну, типа, там, минус 20, да, стал. И делаю растушок прям сильную. В 80 нужно больше, не знаю, чтобы она была малозаметна. Зернистость. Так, вот это все пропускаем. Это настройки виньетки. Это все, что в темной макушке. Зернистость придает часто винтажность фотографии. Какую-то вот такую атмосферу, как будто вот. Для нас, да. Ну, винтажность, старая фотография. Я люблю, люблю ставить зернистость, там, 25, типа того. Чтобы она немножко была. Вот вы можете посмотреть, да, разницу. Но вот это, она прям делает картинку плоской. Тоже нельзя переборщить. Либо ты делаешь картинку плоской, супер винтажной, я не знаю. Либо ты не дорабатываешь зернистость, а она слишком четкая фотография. Я бы хотел на этой фотографии добавить зернистость, ну, типа, 25, около того. Эта зернистость похожа на шум. То есть, если переборщить, фотография будет шумная. Для этой фотографии зернистость, мне кажется, в самый раз она будет, как бы, делать такую фотографию плотненькую, хорошую, целостную. А на ночные фотографии или, там, фотографии с неованным освещением я стараюсь делать по минимуму зернистости, потому что нужна какая-то бесшумная фотография, такая чистая. Хотя для неона также зернистость тоже может очень сильно подойти. А дальше ручное управление шум пропустим. Оптика удалить хроматическую аберрацию. Это, короче, автоматические настройки для объектива. Видите, у меня стоит Sigma мой объектив 1850. Это crop. И мы можем сделать вот так. Искажение убрать объектива. Но, честно говоря, мне так нравится. Я вот в этом не хочу. Как будто здесь объем не в данном варианте. Без коррекции. Но часто коррекция нужна. Идем дальше. Это мы пропускаем. Размытие мы тоже пропускаем. Это искусственный интеллект. Перейдем к маскам. И не буду объяснять, что такое маски. Вы сейчас поймете. Вот. Он автоматически выделяет маску. Автоматически находит человека. Кстати, достаточно неплохо. В целом, мне особо не нужны здесь маски. Потому что фотография сама по себе просто шикарная. Я четко вижу главного героя. Я четко вижу бэкграунд. Мне не нужно его сильно выделять, эту девушку. Потому что она выделяется на этой фотографии. Можно сделать буквально чуть-чуть. Сделать радиальный градиент. Вот он такой. Наставить его примерно вот. На нее чуть-чуть экспозиции добавить. Буквально каплю. Каплю, чтобы чуть-чуть подчеркнуть ее. Черные. Видите? Ну, ничего в принципе не надо. Да вот буквально чуть-чуть. Все. Мне нравится. Не хочу ничего делать. Еще добавим линейный градиент. Линейный градиент. Хочу добавить вниз фотографии. Чтобы чуть-чуть уменьшить там экспозицию. И убрать внимание с нижней части фотографии. Чтобы оно чуть приподнялось. На нашу героиню. Можно также добавить линейный градиент сюда. Потому что она смотрит как бы на свет. По сути, где-то там солнце сквозь облака виднеется. И добавить немножко света. Чтобы фотография была... Ну, видно было, что она смотрит на свет. Это как бы притас ей такой сказочности. Ну, и жизни, да. Также сюда можно добавить температуру. Чуть-чуть. Ну, сделаю буквально просто плюс один. Так, для галочки. Так, в принципе, все. Я доволен результатом более чем. Я не знаю. Можно вернуться опять же к настройкам экспозиции. Что-то здесь поковырять. Поковырять тени. Поковырять экспозицию. Чуть сделать ее чуть посильнее, да. Ну, вот так сделаем ее чуть посильнее. Поиграться еще с контрастностью. И все. В принципе, результат готов. Не знаю, ребят. Оцените. Что вы думаете насчет этой фотографии. Так что вот так, ребят. Вот такой вот у нас до-после. Вы можете посмотреть до-после. В общем, ребят. Ролик подошел к концу. Хочу вам пожелать прекрасного настроения в это замечательное время года. Я буду очень рад, если вам реально было полезно это видео. Я вам хочу пожелать лучших фотографий, лучших прогулок, лучших поездок этой осенью. Всем большое спасибо. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok